Как известно, за годы независимости в экономе Казахстана привлечено 171 миллиард прямых иностранных инвестиций, из которых 81 миллиард, то есть 48 процентов, привлечено за последние 4 года реализации государственной программы ФИР. Прошлый год был рекордным, 22,5 миллиарда инвестиций с ростом 7 процентов. Меняется структура в пользу обрабатывающего сектора. Определены 20 приоритетных стран-инвесторов, по каждой из которых разработаны дорожные карты. Определены 136 приоритетных транснациональных компаний, с которыми ведется работа. Согласно проведенному анализу притоков прямых иностранных инвестиций, в 2012 году Казахстан, опережая Турцию, Украину, Польшу, Румынию, Беларусь, Азербайджан, является ридером понета перетоку прямых иностранных инвестиций, а также притоку инвестиций на душу населения. За последние годы организовано 38 бизнес-форумов, 10 роуд-шоу, где подписано 276 меморандумов соглашений на сумму свыше 16 миллиардов долларов инвестиций. В работе сейчас находится 400 проектов, из них 8,6 действуют, 112 реализуются, по 200 ведется работа как с потенциальными. В целях совершенства инвестиционного климата упростили входную группу, расширили пакет инвестиционных преференций, совершенствуется инвестиционное законодательство, согласно рекомендациям ОСР, также построили диалоговую площадку с инвесторами. Можно сказать, что выстроена системная работа по привлечению инвестиций от посольств до регионов, для которых определены целевые показатели. Для дальнейшего совершенствования инвестиционного климата, в том числе по основным рекомендациям ОСР, необходимо 1. Ввести стабильность законодательства для недобывающегося сектора сроком до 10 лет. 2. Проводить мониторинг и поддержку отечественных инвестиций за рубежом, закрепив данную функцию за комитетом по инвестициям, предлагается Минта. 3. Национальному банку, в соответствии с агентством по статистике, необходимо обеспечить учет прямых иностранных инвестиций в разрезе регионов. 4. Необходима перезагрузка системы привлечения прямых иностранных инвестиций в Республику Казахстан путем использования потенциала национальных компаний, как основных драйверов роста. Хороший пример – это деятельность Казахстан-Темиржалы и КАПа. 5. Принятие предложенных мер способствует совершенствованию инвестиционного климата и повышению инвестиционной конкурентоспособности. 6. Далее разрешите по развитию специальных экономических зон. У нас есть четкое понимание функционирования СЭС. Их развитие можно разделить на три фазы. 7. Первая фаза до 2009 года, назовем ее подготовительной, это были созданы первые СЭСы, определены льготы, но, к сожалению, на тот момент они не работали. 8. Низкая готовность была также по инфраструктуре, и она не готовность к инфраструктуре, а она влияла на инвестиционную привлекательность СЭС. 9. Вторая фаза с 2009 по 2012 года – это перезагрузка. 10. По поручению главы государства был принят новый закон СЭС, расширен перечень льгот, причем установлены льготы для каждой СЭС с учетом специфики ее развития, предусмотрена возможность создания СЭС на частной земле, появилась возможность привлечения квалифицированного менеджмента к управлению СЭС, увеличилось выделение бюджетных средств на развитие инфраструктуры СЭС, то есть созданы максимально благоприятные условия для инвесторов. В результате данных мер СЭС начали активно развиваться и привлекать инвестиции. Предприятиями в СЭСах на сегодняшний день произведено 224 миллиарда тенге за этот период, это более 80% от всего объема производства за все годы существования зон. Тем не менее, принятые меры все еще не до конца позволяют достичь дозапланированных результатов, есть проблемы по развитию инфраструктуры, наполнение качественными проектами, формирование эффективного корпоративного управления СЭСами. Третья фаза, начиная с 2013 года, в которую мы сейчас вошли, это перспективы развития. Что необходимо решить? Сформировать эффективный состав органов управления. При этом в советы директоров СЭСов будут включены руководители министерств, акиматов, палаты Атамикен, международные инспекторы и эксперты в качестве независимых директоров. Необходимо обеспечить финансирование управляющих компаний. Казнекс.Инвест определен единым оператором. Перед ним поставлена задача определения эффективности каждой СЭС, выстраивания эффективности системы управления, определению специализаций к кластерному развитию СЭС с учетом вхождения в ЕЭП и ВТО. Как мы знаем, режим по таможенным льготам для СЭС в таможенном союзе, согласно соглашению, сохраняется до 1 января 2017 года. Коротко об основных показателях работы СЭС на сегодня. В целом, на слайде показана динамика инвестиционной деятельности СЭС за последние 4 года. За весь период функционирования СЭС из республиканского бюджета на строительство инфраструктуры выделено 97 миллиардов тенге. Частных инвестиций в проекты вложено на сумму более 300 миллиардов тенге, то есть на 1 тенге бюджетных инвестиций приходится 3 тенге частных инвестиций. Около 28 миллиардов тенге уплачено налогов, то есть почти треть рекомендаций, выделенных из бюджета средств, уже возвращена в виде налогов. Произведено продукцию в целом на 270 миллиардов тенге. Произведенный анализ показывает, что действующий СЭС можно разбить на 3 группы. В первой группе относится СЭС, по которым выстроенная модель развития привлечен профессиональными изыментами, имеются четкие перспективы функционирования. На текущем этапе к таким СЭС относятся Астана Новый Город, Национальный индустриально-нефтехимический технопарк, Химпарк Тарас, Парк инновационных технологий. Ко второй группе относятся СЭС, в которых в целом умеренные результаты развития, однако потенциал для достижения положительных результатов не задействован полностью по ряду причин. К этой группе мы относим Марпорт, Актау, Сарарка, Паладар, Харгос и Бурабай. К третьей группе относятся СЭС, которые не достигнуты запланированные результаты. К этой группе можно отнести Онтусти, где наблюдает слабая инвестиционная активность. Коротко по каждой СЭС отдельности. В целом, считаем, что СЭС – Астана Новый Город. В целом СЭС развивается положительно, имеет хорошие перспективы. Готовность инфраструктуры индустриальной субзоны на сегодня составляет 90%. Объёмы производства – 91 миллиард тенге. Территория распределена под реализацию 50 проектов, 13 из которых уже действуют. 7 в этом году будут запущены. Реализуется ряд высокотехнологичных проектов, мы их все знаем. Одной из главных перспектив для Астаны является развитие второй индустриального парка ПСД, по которому на сегодняшний день разрабатывается. Нефтехимический парк. Инфраструктура на сегодня завершена на 23%. Следует отметить, что её строительство осуществляется за счёт заёмных средств. На территории СЭС реализуется крупный проект строительства интегрированного газохимического комплекса стоимостью 305 миллиардов тенге. Общая сумма вложенных инвестиций на сегодняшний день – 55 миллиардов тенге. Химический парк «Тарас». По данной СЭС решены все вопросы, определена направленность в химии. Есть определены 11 первоочередных проектов, которые взаимосвязаны между собой. Саморком решаются вопросы финансирования строительства инфраструктуры. Есть договорённость сингапурской компанией «Джиронг» об их участии в реализации данного проекта. Парк инновационных технологий. Создан попечительский совет СЭС-ПИД под председателем президента Республики Казахстан, а также управляющий комитет под председателем премьер-министра. Положительные тенденции. На сегодняшний день уже объём производства составляет 58 миллиардов тенге. Налоговая отдача. Министерством разработан проект закона, определяющий особый статус СЭС-ПИД и предоставляющий ему автономию. Данный проект закона одобрен на правительстве и внесён в парламент. Завершено строительство объектов инфраструктуры. На территории СЭС-ПИД запускаются крупные инновационные проекты. Привлекаются международные компании. СЭС-Морпорт-Октау. В развитии данной СЭС также наблюдаются положительные тенденции. На сегодня соотношение частных инвестиций к выделенным бюджетным средствам 1 к 2,5. Объём производства – 118 миллиардов тенге. Полностью завершено строительство инфраструктуры субзоны номер 3. Продолжается работа по строительству инфраструктуры субзоны номер 1. Тем не менее, несмотря на положительные результаты, считаем, что потенциал СЭС используется недостаточно. Главным направлением деятельности СЭС должно быть максимальное обеспечение нефтегазового сектора и использование морского порта для выхода через Каспий на внешние рынки для продукции, произведённой в СЭС. Считаем, что нужен перезапуск СЭС, то есть необходимо отойти от морпорта и перелетиться на нефтегазовый сектор, в том числе экспортно при Каспийских государствах. СЭС РРК создано на базе индустриальной зоны. Готовность инфраструктуры на высоком уровне 84%. Завершение в следующем году, но уже основная инфраструктура построена, что не сдерживает развитие проектов. В текущем году будет запущено 3 производства. В то же время есть вопрос по качественному наполнению проекта, над которым мы совместно с Акиматом сегодня работаем. СЭС Паладар создано в конце 2011 года на базе действующего предприятия Каустик. С учетом имеющихся мощностей обеспечения инфраструктуры составляет 19%. По СЭС надо дальше работать по наполнению и строительству инфраструктуры. В рамках проводимой работы также будет рассмотрена возможность участия компании «Джирон» в качестве стратегического партнера. СЭС «Восточная ворота» создана в конце 2011 года, передана в управление КТЖ. КТЖ привлекла «Делоид» по разработке ТЭО. Согласно ТЭО, первый этап – это развитие логистической зоны и сухого порта. Для управления СЭС «Харгоз» в апреле текущего года КТЖ заключила договор с компанией «Дипливорд», которая управляет несколькими подобными зонами последней в Абудабе, в Абрадской Эмиратах. СЭС «Бурабай» имеет туристическую направленность. Построена инфраструктура 100%, реализован первый проект. В целом, реализация проекта СЭС осуществляется в рамках принятого и сейчас разрабатываемого на следующий период плана развития щуческо-боровской курортной зоны. СЭС «Онтустик» имеет текстильную направленность, действуя из 5 производств. Несмотря на стопроцентную готовность инфраструктуры и достаточно крупные частные вложения 24 млрд тенге, пока ожидания не оправдывают, поскольку объемы производства остаются на низком уровне. Есть вопросы по обеспечению сырьем и, самое главное, привлечению управляющей компанией. Сэрик Медж, нам необходимо решить ряд задач, которые позволят в дальнейшем эффективно развиваться каждый СЭС. Это профессиональное управление и оплата услуг управляющей компании, привлеченной, наполнение территории СЭС высокотехнологичными качественными проектами с высокой добавленной стоимостью, завершение строительства инфраструктуры на всех СЭС. Для этого по каждой СЭС до конца года будет определён среднесрочный план развития. С привязкой к второй пятилетке реализации эфир будут учтены все реально достижимые ключевые индикаторы. Для выполнения данных задач мы управляем, привлечь международного эксперта сингапурской компании «Джеронка», которую я уже вспоминал несколько раз, которая сейчас успешно реализовывает подобные проекты по всему миру.